Девушки отдыхают Глубоко ошибаетесь и уже через минуту я вам это докажу. Ну что, начнем? Не отличить друг от друга. А все потому, что у них нет той самой изюминки, за которую можно зацепиться. Другое дело, когда молодые артисты приходят в шоу-бизнес со своим видением и делают что-то непривычное, как, например, братья из группы Эсте Бразерс. Когда в обойму казахстанского шоу-бизнеса попадают вдруг выпускники консерватории, это вызывает немалый интерес. И уж тем более становится любопытно, когда новички выбирают для себя жанр, не самый привычный в наших краях. Знакомьтесь, Эсте Бразерс. Мы очень долго думали над тем, в каком стиле работать, и остановились на этно-джазе. Это смешение американского джаза с народным звучанием. В состав дуэта Эсте Бразерс входят братья Серик и Тохтар Нурмулдаевы. Отсюда и название коллектива, которое расшифровывается как «Братья Серик и Тохтар». Ребята охотно рассказали о том, чем они сейчас занимаются. С недавнего времени мы работаем в продюсерском центре Карины Сарсеновой. Принимаем участие во многих концертах, в том числе и благотворительных. На днях собираемся снимать новый клип на песню «Туганджер», а затем продолжим записывать новые композиции. В репертуар исполнителей входят сочинения казахстанских авторов, авторские композиции, а также знаменитые западные хиты. Недавно, например, они сняли клип на известную вещь «Let it snow». Что же касается их будущей видеоработы, то ребята пообещали продемонстрировать в нем некоторые новшества. Наш следующий клип будет в новом стиле, в новом формате, но привычное этно-джазовое звучание останется. А поскольку мы хотели бы, чтобы этот трек был понят молодежью, в нем мы использовали элементы дабстепа. Звучит очень интригующе, поэтому с интересом будем ждать выхода очередного видео от ST Brothers и пожелаем им успехов в покорении для начала казахстанской сцены. Время от времени голливудские звезды задают все новые тренды, и они отнюдь не всегда относятся к одежде или прочим материальным вещам. Если ты следишь за выпусками хедлайнера, то наверняка уже заметил, что звездный бэйби-бум просто не остановить. Но ладно бы только это. Совсем недавно они придумали кое-что поновее. Теперь кумиры миллионов массово меняют паспорта и ищут места обитания покомфортней. Американские СМИ взорвались сенсацией. Якобы известная голливудская актриса Анжелина Джоли вновь беременна. Как пишет одно печатное издание, Анжелина стала скрываться от любопытных глаз, поскольку страдает от токсикоза. Актриса старается больше внимания уделять своим многочисленным деткам, тем самым подготавливая их к предстоящему пополнению в семье. Однако, похоже, психологическая помощь нужна и мистеру Брэду Питу, потому как в одном интервью он заявил, что не готов еще к одному ребенку из-за напряженного графика и хаотичного образа жизни. Несмотря на это, источник, приближенный к звездной семье, утверждает, что Джоли и Пит ждут мальчика и уже даже выбрали имя для будущего сына – Джон. Сама Джоли недавно рассказала, что дети не позволяют ей витать в облаках. Как отметила актриса, прелесть многодетной семьи заключается в том, что благодаря отпрыскам ты не забываешь, что именно ты водишь их в туалет. И, судя по всему, в скором будущем Энжи понадобится еще один горшок. Далее в хедлайнер «Уикенд». Кто утихомирит Криса Брауна? Появилась еще одна жертва парня, избившего Риану. Благотворительный вечер творческого центра Карины Сарсеновой. Если твой уикенд уже завершился, а ты не успел отдохнуть как следует, то начни планировать следующие выходные. Могу подкинуть идею с посещением одного из модных алматинских мест. Не успели отшуметь столь милые каждому сердцу выходные, а сердце и душа уже требуют следующего уикенда. Но прежде подведем итоги веселья ушедшего. Часть алматинской тусовки отрывалась в ночном клубе «Да Винчи», где все пришедшие весело отплясывали под зажигательные кубинские ритмы от диджея Умберто. Привет, Фит Ти Ви, привет всем! Я диджей Умберто. Сегодня здесь шикарная вечеринка. Для всех вас у нас очень много сюрпризов, отличной кубинской музыки и веселья. Добро пожаловать! Парри, 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 бэйби, бэйби, чеки рау! Не менее зажигательным в этот вечер был и МСЗУ, которого неудержимо влекли на танцпол латиноамериканские мотивы. И если за энергичными телодвижениями шоумена с большей внимательностью следили девушки, то мужской аудитории более по вкусу пришлись танцы от девочек гоу-гоу. Со среды по воскресеньям мы качаем для вас только здесь. И в следующую субботу для всех любителей посидеть и посмотреть на экраны. У нас будет специально приглашенный диджей, точнее Ви-диджей, который будет крутить клипы вместе с музыкой. Так что я вас всех приглашаю. Отдыхай красиво в да Винчи! Вот такая горячая ночь с кубинским уклоном выдалась у тех, кто попал в выходные в да Винчи. Ходите в клубы, зажигайте в клубах и может именно вы попадете в следующий раз в объектив хитового. Многие звезды стараются уделять внимание не только своей работе и беспрецедентным развлечениям, но и социально значимой деятельности. Частенько можно услышать о том, как западные селебрити занимаются благотворительностью. Отечественные артисты стараются не отставать от них. На этой неделе творческий центр Гарины Сарсеновой побывал в приюте для нуждающихся людей. Буквально на днях морально подбодрить престарелых и детей в приюте отца Сафрония отправилась большая группа артистов. Все они участники творческого центра KS Production под руководством поэтессы Карины Сарсеновой. Выбор места, конечно, был очевидным, ведь где еще под одной крышей можно поднять настроение как совсем маленьким, так и умудренным жизненным опытом. Начал творческий вечер Аугусто Амикуччи, с творчеством которого мы тебя совсем недавно знакомили. Итальянский певец, композитор и поэт исполнил перед публикой как нашумевшие итальянские хиты, так и произведения собственного сочинения. В продолжении национальных тем на импровизированную сцену вышел, нет, не заграничный гость, а наш соотечественник, заслуженный деятель Республики Казахстан Ерлан Сабитов, участник трио «Тенгри». На благотворительном вечере он виртуозно исполнил народную композицию, только, к сожалению, без участия вокалистки Асем, которая также является участницей трио. Хочу сказать артистам, нужно делать такие благотворительные мероприятия два раза или даже больше в год. Это лучше всякого корпоратива и концерта. Это большое благое дело уделить время нуждающимся в помощи людям. В этот вечер в приюте отца Сафрония была такая концентрация всевозможных лауреатов международных конкурсов, что совсем юное поколение замерло, пытаясь лишь тихонько дирижировать в такт музыкантам. Впрочем, с такой же благодарностью слушатели замерли и под музицирование солиста Казахской государственной филармонии молодого скрипача-виртуоза Амира Бесингалиева. Киэс Продакшн привезли с собой не только именитых музыкантов, исполняющих этническую и классическую музыку, но и представителей талантливой молодежи в лице дуэта С.Т. Брадерс. Братья исполнили свои известные композиции и поразили весьма неожиданным сочетанием традиционной дамбры и современного даб-степа. После такого музыкального микса слово дали Карине с Арсеновой, которая по обыкновению прочитала свои стихотворения. К слову, все произведения поэтессы Эзотерика посвящены самой актуальной во все времена теме — любви. Ну а ей, как говорится, все возрасты покорны. Люблю и чувства, не дая, к тебе навстречу раскрываюсь. Ведь Бог в тебе, и я твоя, и, умирая, возрождаюсь. Следующая часть музыкального вечера была отдана хоровому ансамблю «Казына» под руководством талантливого хормейстера Галымжана Берекешева. Также с отдельными номерами выступили солисты коллектива. Эти молодые музыканты являются лауреатами фонда первого президента и выступают акапелла, то есть без музыкального сопровождения. От харизматичного руководителя проекта невозможно было оторвать глаз, а от исполнения как старых, так и современных хитов столь необычной подачи мурашки бежали по коже без преувеличения. Сегодняшний вечер очень знаменательный для Казахстана и для нашего продюсерского центра. Сегодня мы находимся в гостях в центре приюта отца Сафрония и даем благотворительный концерт. И считаю это во всем мире принято поставлено во главу, во первую главу сердца каждого человека делать благотворительность и творить добро на земле. У нас в Казахстане это потихонечку приходит на такой высокий уровень, и каждый человек в своей жизни должен совершать только хорошее, заниматься благотворительностью. И сегодня я был удивлен слушателями, насколько они благодарные слушатели, что каждую песню от малого до преклонного возраста слушателей наши, не отрывая глаз, следили за нашим исполнением и тепло принимали, аплодировали. И это очень, как артистов нас, грело нашу душу. И мы были очень благодарны им за этот теплый прием и выступали на подъеме. Следом на сцену поднялась певица Мируэрт Мусрали, начавшая свое выступление с уже известной тебе композицией «Исповедь». Завершили этот творческий вечер солисты ансамбля «Казына» Расул Жармагомбетов и Мирас Кирьянов. Вокальные данные молодых людей вряд ли оставили кого-то равнодушными. После всех музыкальных и поэтических представлений творческий центр KS Production и ее руководитель Карина Сарсенова подарили приюту отца Сафрония сладкие угощения. И, конечно же, за всем происходящим никто не забыл истинные цели, ради которых молодые талантливые исполнители приехали в этот дом. Милосердие проявляется именно в разных делах. И действительно, мы видели сейчас особое проявление милосердия это через великих, знаменитых артистов, певцов, которые приехали к нам. Но, несмотря именно на свою знаменитость, несмотря на свое значение в Казахстане, они проявили любовь детям, сиротам и старикам. После выступления исполнители поделились с нами, что же они испытывали, выходя на импровизированную сцену перед такой своеобразной публикой. Я впервые участвую на подобном мероприятии, и для меня это большая честь, находясь в Казахстане, делать это. Считаю, что в какой-то степени моя миссия – это при помощи музыки дарить людям счастье. Сегодня был особенный день. Мы с KS Production дали концерт в Доме престарелых. Мы верим, что мы смогли подарить радость и тепло детям и престарелым. Видя лица этих замечательных детей, этих прелестных созданий, хотелось бы почаще побывать на таких вечерах, таких собраниях. Хотелось бы почаще дарить таким детям свои произведения, свои песни. Потому что у нас немало таких заведений и немало таких приютов и домов престарелых. Конечно бы хотелось, чтобы такие вот благотворительные концерты проходили почаще. Наверняка обидатели этого приюта еще долгое время будут вспоминать с благодарностью всех тех, кто приехал поделиться своим творчеством. А нам, в свою очередь, хочется добавить, что если после просмотра сюжета у тебя появилось желание присоединиться к такой благородной миссии, то все возможно. Приют отца Сафрония находится недалеко от Алматы. И его двери всегда открыты для людей творческих и искренних. В 2009 году за избиение Рианы суд приговорил Криса Брауна к пяти годам тюрьмы. Условно, 180 дням общественно полезных работ, а также обязательному прохождению курса по управлению своим гневом. Судя по всему, музыкант так и не научился им управлять. 23-летний музыкант снова взялся за свое. К счастью, Рири на этот раз не пострадала. Уже давненько не было никакой шумихи вокруг моего высочества. Видимо, подобная мысль посетила R&B-плохиша Криса Брауна. И он решил напомнить о себе привычным способом подраться. Но на сей раз Крис не стал бить девушек. Его противником стал мужчина. Браун ввязался в драку с другим чернокожим певцом Фрэнком Оушеном. Как сообщают очевидцы, молодые люди не поделили место на парковке, после чего между исполнителями и их свитой завязалась серьезная драка. На место происшествия была вызвана полиция. Позже в своем твиттере Оушен написал «На меня напал Крис и пара его ребят. Порезал палец, теперь я не смогу играть двумя руками на Грэмми». Чуть позже Браун тоже решил высказаться по этому поводу, выложив в своем инстаграме картинку, на которой распяты трое мужчин, один из которых, очевидно, Иисус Христос. Это изображение того, как я сейчас себя чувствую. Такой комментарий красовался под фото. Столь смелое сравнение вызвало бурное негодование и шквал критики среди фолловеров певца. Ох уж лучше бы он продолжал танцевать танцы а-ля Майкл Джексон. Это все, что я хотела рассказать тебе на этой неделе. Увидимся ровно через 7 дней в итоговой программе Headliner Weekend. А я пока займусь тем, что отберу для тебя все самое вкусное. С вами была Ульяна. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok